В Ледовый дворец Арктика пригласили учащихся школ муниципалитета, чтобы рассказать им, насколько важно знать правила пожарной безопасности. Мероприятие было организовано Главным управлением МЧС России по Московской области и администрацией Ленинского района. С детьми проводятся конкурсы, викторины, показ пожарной техники. Дети могут подойти и посмотреть непосредственно к пожарным машинам, где им покажут пожарно-техническое вооружение. Пожарные непосредственно детям покажут, расскажут специфику своей деятельности. Школьники познакомились с работой спасателей, увидели, как те с помощью гидравлических кусачек с легкостью могут разрезать металлические прутья. Каждому мальчишке хотелось залезть в кабину пожарной машины. Кто знает, может быть в будущем кто-то из них станет сотрудником МЧС. Я узнала то, что лестницу машины на 50 метров до 17 этажа достают. Мне вот это больше всего удивило. И то, что машина самая дальняя весит 27 тонн. Многодетным семьям Ленинского района, приглашенным на праздник, вручили полезный подарок. Пожарные извещатели, которые в случае задымления подают звуковой сигнал. Это важно, поскольку у нас не все жилые помещения оборудованы пожарной сигнализацией. И думаем, что на самом деле нужное и хорошее мероприятие. Также ребятам продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем для ликвидации открытого пламени. Мероприятие стало не только интересным, но и полезным. Я думаю, что в трудной жизненной ситуации, побывав сегодня, увидев, как все работает, они будут принимать правильное решение, наши дети. И мы этим самым спасем, может быть, убережем даже правильнее от несчастных случаев. Те, кто замер, смогли согреться, выпив чая и отведав горячие каши. Для этого специально была организована полевая кухня. Данное мероприятие для сотрудников МЧС не только урок профилактики для детей, но и хороший повод встретиться в дружеском матче по хоккею. Ведь недаром местом проведения был выбран Ледовый дворец Арктика. Сражение за шайбу, больше красивых голов, зрелищный хоккей хочу. И действительно, матч получился зрелищным. На радость собравшимся школьникам на лёд вышли две команды – профилактика и огнеборцы. Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины, такие, как наши доблестные пожарные. Лично я уже четвёртый год занимаюсь, четыре года назад только встал на коньки. И пытаемся популяризировать среди наших сотрудников подразделения главного управления МЧС России по Московской области, внедряем спорт активно для всех сотрудников. По завершении матча всем его участникам были вручены памятные кубки и вымпелы. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.